Говоря о местах, которые люди забросили и оставили погружаться во тьму и хаос, мы редко вспоминаем об островах. Ведь действительно, как можно не любить острова и как можно их забросить? И все же в мире на самом деле существуют сотни островов, которые были оставлены и забыты своими жителями в определенный период времени. В этом выпуске мы расскажем вам о 12 таких заброшенных островах, у каждого из которых есть своя интересная история. Погнали! Остров Митсубиси, Гункадзима, Нагасаки, Япония Этот крошечный остров, находящийся у побережья японского города Нагасаки, некогда был самым густонаселенным местом в мире. Тем не менее, на острове Гункадзима никто уже не живет более 40 лет. Гункадзима активно развивался корпорацией Митсубиси в начале 20 века, так как он был расположен на богатом подводном месторождении угля. К 1941 году на этом крохотном острове производили 40 тысяч тонн угля в год, что стимулировало промышленную экспансию Японии. Городская застройка на острове была настолько плотной, что Гункадзиму прозвали островом без зелени. После того, как запасы угля истощились, Митсубиси остановила производство и закрыла шахту, а все рабочие уехали с острова, забросив его навсегда. Остров и открытие Диснея Бэй-Лейк, Флорида Пожалуй, заброшенный измериный остров Диснея был самым классным аттракционом на свете. Диснея открыл его как роскошный зоопарк, поскольку остров был пристанищем для множества экзотических животных. Когда аттракцион закрылся в 1999 году, обитатели острова были перевезены в Диснеевский тематический парк под названием Королевство животных. Поскольку остров забросили и предоставили природе, его здания стали постепенно разрушаться. По состоянию на сегодняшний день, данный остров остается заброшенным и недоступным. Однако некоторые храбрецы и безумцы все же стремятся проникнуть на остров, чтобы сфотографировать то, что осталось от некогда прекрасного комплекса. Тем не менее, это рискованная авантюра, ведь когда эти смельчаки попадаются в руки охранников, то им выписывают пожизненный запрет на посещение любых объектов и парков Диснея. Сан-Джорджо-Ин-Алго, Венеция, Италия Остров Сан-Джорджо-Ин-Алго, который находится у венецианского побережья, успел прожить несколько жизней с тех пор, как здесь появились люди. А произошло это около тысячного года нашей эры. Название острова в переводе с итальянского языка означает «Святой Георгий в водорослях». Стоит отметить, что данный остров никогда был очагом реформы монашеской жизни, а также военной базой для нацистских водолазов. С конца Второй мировой войны он оказался заброшен. Сегодня Сан-Джорджо-Алго – это просто пустой остров, усеянный разрушающимися зданиями. Все предметы военного и религиозного быта давно исчезли, поэтому сейчас остров представляет собой обычные руины. Свайный поселок Укивок, Ном, Аляска, США Свайный поселок Укивок, на небольшом острове Кинку, побережье Аляски, некогда был местом зимовки для местных жителей. Тем не менее, около полувека назад поселок был заброшен. Несмотря на это, призрачный аляскинский поселок все еще держится на крутом утесе. Данный поселок представляет собой ряд свайных и хижинных строений из неустойчивых и ненадежных конструкций. Он был построен местным народом – инупиатами, которые называют себя осеулуками, то есть людьми моря. Это поселение на скале использовалось до середины 20 века. Впоследствии местные жители были вынуждены мигрировать на материковую Аляску. Однако Укивок все еще существует. Порой даже складывается ощущение, будто его жители уже совсем скоро вернутся домой. Чумной остров Павелья, Венеция, Италия В начале 18 века этот небольшой запретный остров, расположенный менее чем в километре от Венеции, использовался в качестве чумного карантинного изолятора для моряков. По-итальянски изолятор назывался Лазаретто. Считается, что около 160 тысяч зараженных чумой людей прожили на этом крошечном острове последние дни и часы своей жизни. Здесь было так много больных, что по слухам теперь 50% почвы острова состоит из человеческих останков. В связи с этим многие люди считают, что Павелья и ее заброшенные сооружения кишат призраками. Так или иначе, такая мрачная история острова не отпугивает, а напротив, привлекает охотников за привидениями и исследователей паранормальных явлений, которые ежегодно приезжают сюда, надеясь найти нечто сверхъестественное. Впрочем, стоит сказать, что они делают это незаконно, поскольку доступ посетителей на остров категорически запрещен. Остров Макнебс – Галифакс, Новая Шотландия, Канада Этот канадский остров представляет собой заброшенный заповедник, чей пейзаж усеян бесчисленными заброшенными сооружениями и руинами. От военных объектов до частных домов и фабрики по производству соды. Питер Макнеб основал здесь поселение в 1780-е годы, и семья Макнебов занимала остров до 1934 года. С тех пор остров оставили и на нем не появилось ни одного нового поселения, фактически. Остров Макнебс стал заброшенным уже во времена Второй мировой войны. Сейчас он представляет собой впечатляющую коллекцию заброшенных сооружений всех видов. Среди них три заброшенных военных форта, кладбище для бедняков, где похоронены умершие от эпидемии холеры, руины старых домов жителей острова, семейное кладбище, бывший завод по производству соды, где процветало бутлегерство во время Сухого Закона, следы кораблекрушения, а также пляж, где английские солдаты вешали дезертиров в эпоху наполеоновских войн. Древние руины на острове Суакин. Судан. В течение трех тысяч лет порт на острове Суакин имел стратегическое значение для могущественных империй. Этот порт, расположенный на Красном море в Северном Судане, начал развиваться в X веке до н.э. На протяжении долгого времени он служил выходом в Красное море для торговли и исследований. После распространения ислама этот порт стал отправной точкой для африканцев и их паломничествах в Мекку. Остров оставался процветающим на протяжении всего своего существования. Во времена Средневековья он превратился в богатый и роскошный островной порт на Красном море. В течение XIX века Суакин стал центром работорговли в Восточной Африке, и это привело остров к гибели. Дело в том, что по мере того, как работорговля приходила в упадок, порт терял свое практическое значение для многочисленных империй. К 1920 годам Суакин окончательно обветшал и пришел в упадок. Сегодня на острове остались только осыпающиеся руины, поэтому туристам будет сложно поверить в то, что некогда здесь располагался один из важнейших стратегических центров Северной Африки. Драйт Артугас, Ки-Уэст, Флорида, США Хуан-Понсе де Леон первым наткнулся на эти острова в 1513 году. Тогда они были просто скоплением коралловых рифов с морскими черепахами. Обнаружив в акватории остров множества этих морских созданий, де Леон назвал острова Ла Стартугас, что в переводе значит «черепахи» с испанского. Считается, что 160 черепах с островов впоследствии пополнили запас провизии путешествия де Леона по открытому морю. Драйт Артугас вскоре приобрел популярность как судоходный коридор, однако остров также стал местом сотен кораблекрушений, за что его прозвали «ловушкой для кораблей». По сей день большая коллекция затонувших сокровищ по-прежнему таится где-то под поверхностью воды. Из всех сокровищ Драйт Артугаса наибольшую ценность имеет Форт Джефферсон. По плану это должна была быть неприступная шестиугольная крепость с массивной платформой для 420 тяжелых орудий. Тем не менее, после 30 лет строительства Форт Джефферсон так и не был достроен. На его возведение ушло 16 миллионов кирпичей, что сделало Форт Джефферсон одним из самых больших береговых фортов, который когда-либо существовал на Земле. Армия покинула это место в 1874 году. Позднее остров использовался как угольная база и карантинный госпиталь. Сегодня Драйт Артугас считается одним из самых отдаленных и наименее посещаемых национальных парков США. Остров Десепшн, Антарктида На протяжении долгого времени Десепшн считался одной из самых безопасных гаваней, а также известным убежищем от штормов и айсбергов во всей Антарктиде. Многие народы стремились получить этот остров фулканического происхождения в свое владение, но в то же время большинство народов время от времени его покидали, в результате чего со временем Десепшн был заброшен окончательно. Несколько научных станций, а также полуразрушенные каркасы зданий, лодок и оборудование остаются доказательством продуктивных лет норвежско-чирийской китобойной компании. Стоит сказать, что строительство и эксплуатация дорогостоящего оборудования на действующем вулкане – это довольно рискованный бизнес. И Десепшн не стал исключением. В 1960-м годах остров натерпелся достаточно и два извержения вулкана, произошедшие. Всего за два года разрушили исследовательские центры и похоронили все другие строения под пеплом. Впрочем, несмотря на это, сейчас посетители острова могут искупаться в естественных горячих источниках вулкана, которые расположены прямо посреди разрушенных индустриальных строений. Руины особняка Карнеги – Сент-Мэрис, Джорджия, США. Семейство Карнеги – яркий пример привилегированного класса Америки XIX века. Члены этой видной семьи владели 90% острова Камберленд, который расположен около побережья Джорджии. Также владения включали в себя и гигантский особняк на 59 комнат, построенный в шотландском стиле. Он был расположен на южном побережье острова. Семейство Карнеги использовало этот особняк в целях расточительного зимнего отдыха в конце 1800-х годов. Усадьба процветала до 1920-х годов, однако во времена Великой Депрессии она оказалась заброшена. Особняк начал постепенно разрушаться. Так происходило вплоть до 1959 года, когда в нем случился пожар, после которого от здания остались только руины и фундамент. Сегодня эти руины остаются призрачным напоминанием о благосостоянии, которое некогда имел остров Камберленд. Форт Ничья Земля – Нэттлсон, Англия. Расположенный в Англии форт под названием Ничья Земля иллюстрирует странную судьбу причуд Пальмарстона. Группа гигантских укреплений, построенных в викторианские времена для защиты побережья Великобритании от предполагаемого вторжения Франции. Эти морские форты стали самыми дорогими и обширными укреплениями, которые когда-либо были построены в мирное время, однако к моменту завершения строительства они уже считались устаревшими. Впрочем, у фортов был некий отпугивающий эффект, так как французы так и не решили завоевывать Великобританию. Во время Первой мировой войны этот форт был оборонным пунктом против атак подводных лодок. После окончания войны Ничья Земля была выведена из эксплуатации. Власти попытались превратить искусственный остров в роскошный курорт, однако эта идея не возымела успеха. В 2000-х отели остров были выкуплены за 6 миллионов фунтов, однако зараженная вода в бассейне вызывала вспышку легианалиоза, и бизнес пошел ко дну. Столкнувшись с финансовыми трудностями и возможной потерей острова, тогдашний владелец делал следующее. Он упаковал свои вещи, взял ключи и заперся в крепости, где жил до своего выселения в 2009-м. Дальнейшие планы для пустующего и, по-видимому, проклятого острова остаются неизвестными. Ну а в комменты напишите, хотели бы вы посетить один из этих островов или нет, побыть единственным человеком на острове. Просто напишите, да или нет, будет интересно почитать, кто тут самый смелый или кто тут ядерный из вас. А также ставьте лайс, подписывайтесь на канал и врубайте колокольчик, чтобы не пропускать все самое крутое. Спасибо за просмотр и заоценивайте предыдущие ролики.